Всем, кстати, кто хотел увидеть фавелы, посвящается. О, Бразилерия, о, Бразилерия! Я как будто в утолинах глибнула. Есть вероятность, что меня ненавидит половина вагона. Сейчас здание заброшено, пустое. Из него еще и крики какие-то доносятся. Мои друзья часто спрашивают меня. Алло, когда будет пляж? Если ты в Бразилии, то где пляж? И как вы знаете, я живу в Сан-Паулу. Это самый большой, самый густонаселенный город всего континента. И Сан-Паулу находится вообще не у воды. Поэтому никаких тебе пляжей, никаких тебе океанов. Сегодня я решила положить конец этому безобразию. И поэтому прямо сейчас с этой автостанции я отправляюсь в Сантос. Поехали. Для финализации, я помню, что это предупреждено fumать и consumить алкогольные в автостанции. Все хорошо? Все хорошо. Спасибо. Спасибо. Короче, водитель сказал не пить и не курить в автобусе. А я только пиво расчехлила. Шучу, конечно. В общем, увидимся в Сантос. А, ты не говоришь по-португейский? Нет, я говорю, что ты русский. Это пара-руссия. Више. Привет, господи. Песня, что вы не понимаете, но я уже встретил нашу amiga. Я буду делать легенды. Ты будешь делать легенды? Я буду делать. Ты будешь делать. Для мяса, пожалуйста. Я буду делать в автобусе, в автобусе, в автобусе. С виду домик, в котором мне довелось остановиться, выглядит довольно-таки прилично. Но уже на пороге меня встретила бразильская железобетонная логика. Лифт. Здесь написано непарные и парные. Непарные и парные этажи. Через некоторое время использования лифта охранник рассказал мне, что это никакого значения не имеет. Все лифты останавливаются на всех этажах. Все нормально. По стечению обстоятельств, это именно то место, в котором мне довелось остановиться в Сантош. Ну, так получилось. И прилично снаружи домик таил свои сюрпризы внутри. Просто в комнате нет окна. А в туалете оно есть. Блин, я, честно, непривередливая. И я много видела разных квартир в Бразилии. Но таких чудес в логике я еще не встречала. Утречком было принято решение позавтракать просто в местный подарить. Вот такие булочные, где все здесь всегда едят. Просто хотела вам сказать, если когда-нибудь вы разрезали булочку вдоль, клали туда немножечко колбасочки, помидорчика, сырочка, отправляли там в микроволновку, а потом просто этим завтракали, вы готовили традиционное бразильское блюдо, которое называется Бауру. Изобретено оно в штате тоже Сан-Пау. И вообще они им очень гордятся. Поэтому будьте чек. В общем, город, как обычно, складывает смешанные чувства. И прям рядом с колониальной архитектурой, которая могла бы приносить деньги, туристов, всего остального, стоят вот такие конструкции. Люди, в основном, в своей массе дружелюбные. Это же пляжный город. Поэтому на улице можно встретить всех подряд. Ола. Ну, конечно, пляжный город. А в Бразилии во многих городах люди просто ходят по улице без одежды. А это Сантос Север. Ну и в целом, на самом деле, большинство городов Бразилии выглядит примерно так же. А теперь пойдем туда, ради чего поездка засевалась. Стандартная легенда о том, что бразильцы каждый день проводят на пляже. Ну, конечно, ничего такого нет по факту. И сама Бразилия по размеру довольно-таки большая. У многих городов нет выхода к воде. И поэтому поездка на пляж это часто прям событие. А вот это был просто прекрасный момент. В этот момент я поняла, что пересекла океан и что в Ялте, что на бразильских пляжах. Чебуреки и вареная кукуруза. Ну, это так мило и иронично одновременно. Наверняка вы успели заметить, что пляж не суперчистый, но я сейчас увидела невероятное. Сознан? Сознан? Сознан. Я всегда лимпаю здесь. Да? На каждый день. Не, когда я приехал. Я из Сао Пау. Да, но почему? Я чувствую себя хорошо. Я желаю при экологии. Да, конечно. Меня уволняет. Но другие люди... Они продолжают в пляжах. Это первое место. Но в России, что есть... а углом а вот я судьба но это хорошо но это хорошо, раньше было лучше я не могу очень благодарна а для нас очень благодарна обалдеть просто можно просто человек доброго пришел и чистит океан вообще никогда здесь такого не видела честное слово не знаю что бы это значило но ребенок на песке написал help me жаль я не могу забрать его и увезти в Россию больше никто не узнает его призыве к помощи поехали дальше защита напитка на пляж Бразилии просто не может не рада казалось бы что сложного толстый пенопластовый стакан ничего не нагревается все вообще замечательно гениальные бразильские технологии светофоров нет написано помашите рукой и вас пропустят но мы махали целая толпа все махали минут пять меня пропустили водитель заулыбался сразу мать вот это табло добрый вечер вот это классно блин представьте здесь когда-то такой трамвайчик прям вдоль всего пляжа гулял скорее всего это было очень красиво все центр посмотреть что там в центре у них говорят что симпатичное есть потому что ничего так не интересует меня больше как исторический центр да какая классная тарандайка вот я на нем сейчас поеду блин да это более исторический прикольный аттракцион чем все то что я видела вообще в Сан-Паулу час двадцать в Сан-Паулу и у вас есть возможность почувствовать колониальную Южную Америку это офигенно вот эта фишка в Бразилии к которой я до сих пор не могу привык то что ну это же так очевидно и логично баканэ создан для того чтобы трясти дизжак с туристом и здесь поэтому ничего не работает и людей вообще на улицах практически нет то есть не ждите логики что в выходной вы приедете и все для вас будет работать там кафе ресторан и так далее нифига не работает я не хочу выходить еще хочу поехали пожалуйста это было так круто короче скорее всего есть вероятность что меня ненавидит половина вагона мало того что я сидела на самом нормальном месте вообще возможном в этом поезде я еще и по-русски постоянно трындела что-то снимала все равно невозможно разговаривать громче чем разговаривают бразилицы а это музей пиле причем здесь музей пиле казалось бы вы понимаете 100 рублей я в своей жизни 100 рублей вообще никогда так полезно не тратила просто лучшее вложение ever лучшее вложение лучшее все я ушла из кадра ушла из кадра красиво циркушка циркушка вообще ничего нет особенного снаружи а внутри красота какая короче пацаны шок контент методом пробок прогулок в храме обнаружен туалет вот нормально выглядит кстати почему почему нет а снаружи церковь выглядит вот так почти никак ну очень простецки ну такая португальская церковь всем кстати кто хотел увидеть фавелы посвящается вон они ну почти в каждом городе они здесь есть здесь в Санкт-Петербурге они выглядят довольно таки цивильным я не большой фанат ну вот живут так люди что с этим поделать ну просто капелюшку издалека вам покажу сейчас хочется руки кому-то взять и оторвать тому кто не может это вот отреставрировать блин или вот это или вот то или вон так все ладно я молчу успокоился сейчас убью кого-нибудь ладно мы сейчас там где лучше вообще не снимать и принципе не быть когда здесь нет людей потому что это самая старая часть города когда-то это было здание конгресса и чуть ли не главное конгресса здания че еще сейчас здание заброшено пустое из него еще и крики какие-то доносятся короче ну оккупировали его бездомные это одно из центральных старейших зданий вообще было когда-то на при въезде в город я просто у меня холодный пот я пойду отсюда я вообще не из робкого десятка и бразилия в целом не супер опасная страна ну да как и везде есть места куда в принципе не стоит ходить и после фавел по опасности это всегда конечно старые здания центре оккупированные и рядом с такими местами ты просто снежинка в ладошке может просто уже не найдут тут все наоборот совершенно пустая улица тихая и спокойная это признак опасности а вот я подхожу к музею кофе уже пахнет кофе прямо здесь мое мнение насчет сандуса а здесь классный исторический центр он намного больше сохранен чем что-либо где-либо я видела здесь не так грязно здесь нормально здесь не так много бездомных здесь музеи классные храмы город довольно маленький но все равно прикольный купаться здесь нельзя но можно конечно лучше купаться это был самый главный порт из которого кофе отправлялся во весь мир и сегодня это главное место откуда бразильские фрукты и остальные отправляются во весь мир открыточная для хорошего короткого променада на выходные еще чуть не забыла сказать что помимо конечно пиле там кофе всякого такого сантус еще заменит тем что доль ситой набережной дома которые стоят и смотрят на океан они не супер дорогие потому что их строили в режиме нет времени объяснять ли пи горбатого к стенке и поэтому они не глубоко уходят под землю вообще на какие-то там несколько всего метров поэтому дома очень сильно наклонены то одну сторону под другую и куча все время каких-то видосов в инстаграме про то что люди кладут на подбутылку она там катится мячики катаются по квартирам и так далее я завершаю эту поездку в этот прекрасный сантус на самой лучшей ноте песни из коста-рика звуки волны настраивают вас на то чтобы поставить лайк этому видео и подписаться на канал а жизнь иммигранта в бразилии продолжается и если вы пропустите ролик о том еще общих начиналось он вон уже ждет вас в правом углу но все все мои объятия